Всем привет, с вами AppleT. Добро пожаловать на канал, и если вы купили бы уж на iPhone, обновили на новую iOS и увидели вот этот экран, скорее всего вы попали по адресу, потому что сейчас мы поговорим о том, что с этим белым экраном делать, как его скинуть, чтобы больше не видеть этот activation lock. Дело в том, что пока вы сюда не ведете вот эти данные, которые просятся именно от Apple ID, на котором включена была функция найти iPhone для этого устройства, вы не сможете использовать устройство дальше и по сути будете всегда смотреть на белый дисплей. Давайте поговорим, как можно попытаться скинуть activation lock без старого хозяина, если вы не знаете этих данных. Нам понадобится приложение FomiKey, ссылка для вас есть в описании, так что давайте смотреть, как это работает. Буду рад, если вы оцените видео пальцем вверх и подпишитесь на канал. Итак, установив приложение, вы его открываете и подключаете ваше устройство к компьютеру. Здесь нам понадобится кнопка под названием «Снять блокировку активации iCloud». Это как раз таки причина этого белого экрана. Здесь нам подробно рассказывается, что нас ждет. Обязательно это прочитайте, чтобы понять, что на ваше устройство накатится jailbreak. И также вам нужно подключить только одно устройство, чтобы никаких сбоев не было и все прошло нормально. Если вы со всем этим согласны, нажимаете на кнопку «Далее», подтверждаете информацию и у вас начинается загрузка jailbreak утилиты. Это займет какое-то время. После этого, когда загрузка jailbreak закончится, вы нажимаете на кнопку «Старт» и начинается сам jailbreak вашего устройства. Опять же, это занимает какое-то время. После этого вы должны подтвердить информацию о вашем устройстве и после этого начнется удаление блокировки активации iCloud. Займет это какое-то время, не переживайте, просто подождите. И в конце концов вы должны увидеть вот это окно. Это говорит о том, что устройство прошло скидывание activation lock, у вас на устройстве должен гореть белый экран с надписью «Hello». То есть вы, по сути, должны настроить устройство заново и хоть как-то продолжать его использовать. Говорят, что некоторые функции перестают работать. Вы, ребят, если кто-то это делает, напишите в комментариях, так ли это, чтобы люди, которые приходят в видео, понимали, чего ожидать. Но, тем не менее, смотреть на белый экран или как-то использовать устройство, по-моему, очевидно, что лучше и, ну, я бы использовал устройство, например, как плеер или домашнюю станцию уже, соответственно, дома. Так что можно пробовать приложение, есть бесплатный пробный период. Ссылку на программу для вас я оставлю в описании к видео. Переходите и скачивайте. На этом все. Буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх. Подпишитесь на канал. Пока.